Вы знаете, сегодня памятный день, травмный день, и сегодня радостный день, потому что, как мы говорим, те, кто отдал жизнь во имя жизни, он живет в наших сердцах. И неизвестные солдаты именно те, кто не вернулись. И они живут в наших сердцах, их подвиг. Наша память о них, это наше данное уважение и плата за их жизнь. Мы можем платить только нашей памятью. Как уже говорила Александр Николаевич, вопрос про неизвестного солдата, он рассказал про неизвестного солдата могилы номер один, которая находится в области Кремля. Но у нас с вами еще есть могила номер два. Существует у нас военно-мемориальное кладбище, называлось раньше. С этого года называется военный мемориал, он защитник отечества. Находится он в Макическом районе Московской области, буквально четыре километра, четыре километра от МКАДа. Так вот, когда уже кладбище было изданного здания по эксплуатации, стоял вопрос, что уже на данном мемориале захоронены только те, кто в наше мирное время являлись героями. Но сейчас, к сожалению, их больше. Но на данном объекте была поставлена задача похоронить именно известного солдата. Известный солдат второй у нас в стране был найден в Смоленской области. И вот первое захоронение 21 июня 2013 года, приуроченное в Калибру памяти и Скорбе, было осуществлено похоронение магии естественного солдата. Также был зажжен неизвестный огонь. Я вас всех приглашаю на экскурсию на данном объекте, потому что мы туда приезжаем, приезжали сейчас уже, конечно, нет, из-за рубежа. Там очень много интересных исторических моментов, о которых вы должны знать. Наш фонд в основной памяти является куратором данного мемориального объекта. Ну, на эту тему можно говорить очень много, долго и нужно говорить, но, мои дорогие, я очень часто хожу и много хожу по школам, по учебным заведениям, по всей стране. Я работаю с нашими детишками, наших соотечественников, проживающих за рубежом. Знаете, я вам хочу сказать, что дети наших соотечественников, проживающих за рубежом, они, я не хочу ни в коем случае делать таких сравнений, но они очень активно участвуют во всех моментах по сохранению исторической памяти, причем никто не заставляет, очень много инициативы от них исходит. Но что радует, радует тот факт, что последние годы у нас в школах тоже очень много детишек. У нас один проект, старт, этот проект в Подмосковье, в Матищах, 2 минуты в вашего времени, ему еще, был пилотный проект совместно с Департаментом Минобороны Благодаричной памяти, таких же, чтобы из защиты отечества, пилотный проект о изучении уроженцев, мытищих и непосредственно тех, кто имеет отношение к данной школе, школе на Майр-Мосе, работа в портале «Память народа». Кто из вас знает о портале «Память народа»? Поднимите руки. Дети, кто-то знает о существовании портала «Память народа»? Вот «Память народа» является электронная версия Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации. В данном архиве есть информация, ну, сейчас уже намного больше, чем было в 2008-м, когда был запуск, когда назывался «Опыта мемориала ученой Бангана». Вот, они работают в этом архиве, в электронном архиве. Они уже создали свой музей, электронный музей у себя в школе. Они получили и гранты, многие из них получили предпочтительные призывы из-за этого. Вот этот пилотный проект с вашим позволением, объединившись, мы можем его внедрить и в школах Санкт-Петербурга, потому что он уже есть. Вы не представляете, как горят глаза у этих птишек, когда они выявляют еще одного солдата. Вот у нас ребята, коллеги, они работают, состоящие в отрядах поискового движения России. Они работают, поднимают из земли, да, и восстанавливают. Наш фонд, мы работаем с архивами, потому что мы в основном работаем с теми захороненными, которые захоронены за рубежом. И там у нас нет возможности делать раскопки, но мы их выявляем посредством архивов. И вот здесь вы можете быть нам очень в помощь, потому что те, кто у нас похоронен за рубежом, они, как правило, считаются большинство известны. Но у нас 100%, 60-70% идет искажение имен. И даже если имя написано в паспорте воинского захоронения, как правило, не всегда это является настоящим именем. И вот с этими документами мы работаем. По одному солдату мы иногда находим по 10 выписок, и они все разные, и мы сидим и их совмещен, сопоставляем. Подать рождение по месту призыва, по месту убытия. Очень много работы, очень много, мои дорогие. Поэтому, если есть ваши руководители или ваши родители, или вы сами заинтересованы в этом, всегда добро пожаловать. Да будет мир и жизнь на земле. Спасибо. Спасибо.